Система государственной поддержки негосударственных НКО в этом году получила второе дыхание, благодаря особому вниманию, которое уделил проблеме президент Путин в послании Федеральному собранию. В работу включились даже самые мелкие муниципалитеты. Оказалось, что в бюджет каждого муниципального образования ежегодно закладываются деньги на развитие и поддержку НКО, но раньше с ними поступали так. Деньги закладывались, но в конце года по причине отсутствия НКО перенаправлялись на иные нужды муниципалов. Послание президента изменило ситуацию в корне. НКО начали развивать. В этом году выделена беспрезидентная сумма на поддержку некоммерческого сектора президентом Российской Федерации. Это 7 миллиардов рублей. Из них в рамках первого конкурса распределено около 2 миллиардов рублей. И в рамках второго конкурса будет распределено почти 4,5 миллиарда рублей. Поэтому мы, безусловно, надеемся, что некоммерческие организации Ульяновской области примут очень активное участие в конкурсе и смогут, если можно так выразиться, в этих соревнованиях высшей лиги, соревнований для некоммерческих организаций, смогут привести в регион солидную сумму и реализовать свои проекты на должном уровне. Беспрецедентные деньги – новые условия. Чтобы получить их, придется тщательнее относиться к составлению проектов. Придется обосновать каждый рубль, потратить его с пользой. Деньги нужно не освоить, а принести реальную пользу жителям региона, считают те, кто распределяет гранты. Мы являемся победителями первого конкурса фонда президентских грантов. И я все-таки думаю, что и положение маленьчика изменилось, изменились и требования к заявкам. И все-таки я думаю, что учиться всегда нужно, чтобы не отстать от всех и не проиграть. Поэтому мы здесь. Заявки, которые выиграла НКО в первом конкурсе, уже работают. Это адресная помощь людям. У современных волонтеров в приоритете президентские гранты. Простые, понятные, написанные ими самими. А не соросовские, вопросы к которым возникают постоянно. Процедура участия в конкурсе стала проще. Заявки отправляются в единое окно, а не ко множеству грант-операторов. Кроме того, они подаются не кипой бумаг, а в электронном виде. Конкурс продлится до 29 сентября.